Спасти планету в настоящем и продлить ее жизнь ради будущих поколений. Цель благая и грандиозная. Именно ее поставили перед собой организаторы первого в городе экологического фестиваля. На стендах здоровое питание, натуральная косметика, бытовая не химия. Ее производители валят с нуля. Для стирки мыльные орешки, специальные порошки вместо магазинных. Без эмульгаторов, консервантов, отдушек. Вся косметика российская, произведена в Краснодаре. Еда тоже полезная, без дрожжей и маргарина. Взять гречку. Гречка, которая продается в магазинах, темная, уже термически обработанная. В ней никаких уже микроэлементов и витаминов нет. Наша гречка зеленая, без термообработки, выращена в экологически чистых полях, без химикатов. То есть она может даже прорасти. Магазинная гречка не прорастет. Поэтому немножко и цена выше, но не намного. Цены доступные. Поддержали фестиваль волонтеры приюта «Майский день». Животных не привезли, зато захватили копилку для благотворительности. Зоозащитники рассказывают посетителям, как важно помогать четвероногим представителям фауны. Мы всегда с удовольствием принимаем участие в мероприятиях, проводимых по программам «ЭКО». Поэтому и сегодня находимся здесь. Учитывая, что наш приют тоже выступает за здоровую жизнь, за здоровую атмосферу, за жизнь и мир. Поэтому мы здесь сегодня с копилочкой с нашей. Александр – еще один гость фестиваля. На праздник экологии он привез свой электромобиль. Такой в Иванове всего один. Купил, конечно, не из соображений охраны природы, а из экономии. Бензин на 300 километров пути обойдется больше, чем в тысячу рублей. Электричество на то же расстояние меньше сотни. Заряжается машина от обычной розетки в течение восьми часов. Основное преимущество – это отсутствие трат на бензин. Потому что если на бензинном автомобиле вы едете, в пробке остановились, у вас двигатель работает, выбрасывает тот же ЦО, тратится бензин. Здесь я отпустил педаль, все, у меня энергия не тратится. Тема фестиваля – раздельный сбор мусора. Волонтеры рассказали о важности правильной сортировки бытовых отходов. «Экомобиль», который в последние выходные месяцы курсирует по городу, теперь будет делать остановку и у торгового центра «Туполь». Это, скорее всего, может помочь в пропаганде того, чтобы, например, были раздельные пункты приема тара какой-нибудь. Потому что мне, например, коробят в один мешок складывать сразу же и пластиковые бутылки, консервные банки и, допустим, очистки какие-нибудь. Это разные категории мусора. Одно может сгнить, а другое может сгнить через 100 лет. Будущее планеты в руках детей. Поэтому организаторы «Экофеста» ставку сделали на самых маленьких посетителей. Заранее объявили конкурс рисунка на тему экология. Работ поступило больше 20. Все талантливые. Очень много интересных идей, которые применимы в нашей жизни или позволят взрослым задуматься об экологии. Показано, как силы природы борются с силами зла, спасая планету. Потому что там вот эти заводы, автомобили бензиновые, они это все экологию портят. И природа уже погибает, и с ней можем погибнуть и мы. Любительницам мехов предложили коллекцию шуб из искусственных материалов. Вегетарианцам разнообразное меню без мясных блюд. Можно жить полноценной жизнью без вреда для себя и природы. «Полезно здесь, во-первых, здесь экологически чистое питание, экологически чистый сбор мусора. Мы за спорт, мы за чистоту, мы за чистоту планеты, в целом за экологию». Люди, спешащие в воскресный день по торговому центру, останавливались, чтобы посмотреть на происходящее, окунуться в атмосферу борьбы за здоровую экологию и задуматься над своей жизнью. Главная цель, рассказывают организаторы, выполнена. Фестиваль, надеются, был первым, но не последним. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.